Информационное табло. Такие установлены на остановках в Рязани, Тамбове, Москве. Теперь должны появиться и в Череповце. Они укажут номер маршрута. Например, А31, значит 31 автобус. А рядом время до прибытия в минутах. Студентка Настя сегодня ждала 27-й и дольше, чем рассчитывала. А вот было бы табло на остановке. Я считаю, что вот это полезно. Даже для того, чтобы как-то скоординировать свои действия. То есть ты будешь видеть, сколько тебе еще ждать, на какой автобус тебе лучше сесть. Первые такие электронные подсказки в Череповце появятся в рамках пилотного проекта. Причем инвестиционного, то есть затраты, понесет частная организация, один из операторов сотовой связи. На этот эксперимент в 2013-м компания выделила 5 миллионов рублей. Это на сами табло видеонаблюдение для безопасности и в антивандальных целях. А еще в комплект войдет Wi-Fi. Ожидания автобуса или трамвая горожане смогут бесплатно им воспользоваться. Есть желание пилотный проект реализовать в этом году. Все зависит только лишь от наступления холодов. Потому что прокладку оптики можно осуществлять в теплое время года. Осталось фактически один месяц. Но прежде чем повесить табло, каждый автобус и трамвай нужно оснастить системой ГЛОНАСС. Теперь закон обязывает это сделать. У одного из частных перевозчиков Череповца уже три года работает интерактивный интернет-сервис. Можно просто щелкнуть по требуемой остановке и выяснить, когда придет, например, 37-й. Такой же прозрачной станет работа всех перевозчиков, обещает глава города. Мы приступили к закупу, к приобретению оборудования навигационного, которое позволит диспетчеризировать движение всего общественного транспорта в городе. Город выполняет функцию заказчика и оператора. Мы эту функцию никому не передавали и не передадим. Нам очень важно, чтобы общественный транспорт был не просто доступным, а любимым видом транспорта жителей нашего города. Для этого, конечно, еще много работы предстоит сделать в приоритете замены автобусов и вагонов трамваев. Статья затратная, поэтому обновление будет постепенным. Появится новый маршрут 32-й. Он будет курсировать внутри Зашекснинского района. Возможно, вернется старый, 16-й. Сейчас этот вопрос обсуждают. Ожидание автобуса или трамвая тоже должно стать более комфортным. Городские власти планируют установить в Череповце три типа остановочных павильонов. Стандартная, которая просто защитят от дождя. С торговыми точками и с банковским сектором, где, например, можно будет деньги с карты снять. Чтобы учесть все, что возможно, городские власти предлагают череповчанам включиться в процесс и прислать в адрес транспортного отдела свои пожелания и жалобы. Удобным, теплым. Летом, если так проветриваем. Постановки оборудовать скамейками, например, и навесами какими-нибудь. Чтобы погоду, не погоду, вернее, было лучше. Особое внимание глава Череповца просит горожан уделить графику движения, нарушению правил, техническому состоянию и санитарным условиям. Студентка Настя обещала тоже подумать над предложениями в 27-м, которого она все-таки дождалась.